Друзья, всем привет! Сегодня в книжной рубрике на канале InvestFuture книга Цэн Мин «Алибаба и умный бизнес будущего». Если вам интересно, как небольшое предприятие JackMA превратилось в могущественную Alibaba Group, или если вы интересуетесь инвестициями в Азию и Китай, эта книга окажется полезной, потому что она поможет вам лучше ориентироваться в бизнес-процессах Поднебесной. Книга рассказывает нам о том, как при помощи именно грамотного и очень современного управления Алибаба превратилась в империю, которую знает буквально каждый человек на планете сегодня. Об авторе. Цэн Мин получил докторскую степень по международным бизнес-стратегиям в университете Иллинойса в США. Потом он работал во французском исследовательском институте INSEAD. Ну и в 2002 году Мин начал заниматься консалтингом и выступал с лекциями по стратегии для представителей компании Alibaba Group. И в это время он познакомился с непосредственно Джеком Ма. И в 2006 году Ма предложил ученому присоединиться к компании Alibaba в качестве офицера по стратегии. Это так и называлось. К 2018 году Мин занял место председателя Академического совета Alibaba Group и стал деканом школы предпринимательства Хупань, которая основана Джеком Ма и другими китайскими бизнесменами и предпринимателями. Он выпустил всего три книги, посвященные инновациям. И они, по сути, сфокусированы на инновациях, которые меняют методы ведения бизнеса в мире. Многие идеи, о которых автор говорил в своих работах, потом стали популярными на Западе. Сейчас принципами, по которым развивался бизнес Alibaba, пользуются компании буквально по всему миру. И можно сказать, что Alibaba – это действительно пионера в сфере экосистем, которые сегодня развивают, допустим, Яндекс, Бер, Амазон и многие другие компании. В 2018-м Дзен Мин говорил, что подход Alibaba кажется парадоксальным. Но спустя четыре года многие инструменты, о которых он рассказывал, взяли уже на вооружение многие IT-гиганты, многие крупные компании, сетевые суперсервисы и банки. Поэтому не то, чтобы они вас удивят, но, наверное, они покажут, как мыслят пионеры. Цена бумажного издания книги Alibaba и умный бизнес будущего в диапазоне 500-700 рублей. Электронная книга стоит в районе 500 рублей в зависимости от площадки. Работа Дзена Мина в целом не стала популярной в России. Немного отзывов, но при этом большинство покупателей книгу оценивают довольно положительно. В общем-то, критики тоже довольны. В англоязычном сегменте книга очень популярна, ее многие используют как руководство. Собственно, немного истории давайте расскажу. Джек Ма создал Alibaba в 1999-м. Он открыл бизнес, нацеленный на обслуживание небольших и средних экспортеров с партнерами. И в том же году Alibaba получил от Goldman Sachs 5 миллионов долларов. Еще 20 миллионов вложил японский софтбанк. Через полгода после запуска первых сервисов лопнул пузырь доткомов. Но компания выстояла. Ну а в 2002-м году она уже получила прибыль. В 2003-м Alibaba открывает потребительский сервис Taobao. Его самым близким аналогом можно назвать eBay. И в Китае он переманил большинство клиентов от американского сервиса, который некогда был супер популярным. Позже появилась Ant Financial, знаменитая печальная, и Alipay, которые предоставляют пользователям платежные и эскроу-сервисы, ну и также кредиты и страховые продукты. Alipay принимают большинство китайских ресторанов, больницы, супермаркеты. Он популярен. Почти миллион таксистов используют эту систему электронных платежей, а не какую-то иную. Другой важной платформой для компании Alibaba стала логистическая компания Chinao Network. Могу немножко неправильно произнести, но простите. Ее сейчас используют сотни партнеров Alibaba по всему миру. Кроме того, у компании есть собственные сервисы облачных вычислений, карты и навигации, есть медиа и браузеры. Китайский умный бизнес вошел в десятку крупнейших компаний мира по капитализации. На родине Alibaba Group заменяет Amazon, Google, eBay и PayPal примерно в одном флаконе. И, кстати, вот я упомянула облачный бизнес буквально сегодня, в день, когда я записываю видео, появились новости, что у американских регуляторов появились претензии к облачному бизнесу Alibaba. Так вот эта книга позволяет понять, как он выстраивался. Дзен Мин считает, что развитие бигдата и машинного обучения влияет не только на бизнес, но и на жизни обычных людей. Вот цитата из книги. Даже если вы не амбициозный предприниматель, вам приходится корректировать свои роли в организациях и обществе в целом для того, чтобы добиться успеха или просто выжить. Я хочу поделиться с читателями крупицами мудрости, которые вынес из многолетних попыток понять изменения, связанные с технологиями. Это книга о том, как люди должны приспосабливаться к новым временам, так пишет Мин. В умном бизнесе он часто говорит, что будущее за облачными технологиями и за распределенными вычислениями, за искусственным интеллектом и бигдата. Именно эти отрасли помогли Alibaba стать, по сути, IT-гигантом. Кстати, сейчас именно в эти технологии и стартапы инвестируют Alphabet, Google. Вот недавно аналитики в нашей команде рассказывали о том, как это помогло компании показать лучшие результаты среди компаний группы FUNK. Можете почитать подробнее о том, как развиваются инвестиции в IT. У нас был про это очень подробный пост в телеграм-канале Ивстокс, и ссылку на него я оставлю в описании к этому ролику. То есть сейчас в целом это уже тренды достаточно понятные, просто мы их немножко подраскрыли. Но когда книга только выходила, конечно, для многих именно она стала учебником. Цзэн Мин, как и многие другие бизнес-эксперты, советует формировать ясное видение будущего. План, который можно будет корректировать в мире быстротечных и масштабных изменений, в котором мы с вами живем. По его мнению, видение – это мастерство, а не врожденный талант. И чтобы его развить, нужно впитывать информацию и нужно постоянно экспериментировать, тестировать свои идеи на практике, пробовать что-то новое. На примере Алибаба Мин показывает нам, что креативность людей становится источником стоимости в постиндустриальной экономике. Ученые советуют развивать глубокие знания и совершенствовать свою логику. Это главное конкурентное преимущество в современном мире, в построении бизнеса. Еще одна цитата. «В мире, где ценится интеллектуальная обработка данных, меняются способы создания стоимости. В сетевом будущем нас ждут интеллектуальные онлайн-рынки, где каждый будет способен превратить свою креативность в стоимость при обслуживании себя и других», – пишет Мин. Автор книги подчеркивает, нужно правильно выбирать свою роль в обществе или компании, чтобы технологии сбора и обработки информации как бы максимизировали ваш потенциал, предлагали вам возможности и новые знания. Ученые также считают этот подход универсальным и применяют его к специалистам, клиентам и к самой площадке Алибаба. Мин уделяет много внимания адаптируемым продуктам, живым данным и машинному обучению. Это тренды последних лет. Цитата. «Сбор больших объемов данных труден и дорог, но чем больше релевантной информации обрабатывается, тем более ценным становится бизнес. Возникает цепочка положительной обратной связи. Если вашим навигатором пользуется больше людей, алгоритмы, соответственно, получают новые данные, приложение становится точнее. Это привлекает новых пользователей. Такой замкнутый цикл отличает цифровой бизнес от физических продуктов. Это, кстати, очень такое точное замечание. Автор считает, что умный бизнес становится успешным, когда проводят диджитализацию, то есть оцифровку всех процессов. Интересный, кстати, факт. К созданию оцифрованной системы Alibaba потолкнули принтеры, ну а точнее невозможность печатать на офисных принтерах тысячи листов для заказов в сутки. Устройства просто перегревались и выходили из строя очень быстро. И поэтому компания приняла решение перейти на электронный документооборот, который сейчас становится новым стандартом в развитых странах и в успешных компаниях. Им диджитализация помогла Alibaba стать такой своеобразной социальной сетью, в которой участники создавали витрины вместо личных фото и постов. Товары показывали заинтересованным покупателям по алгоритмам, которые похожи на умные ленты в соцсетях, которыми мы пользуемся. И это, конечно, по сути абсолютно гениальная идея – объединить социальную сеть с магазином. Автор много говорит о людях, без которых не существует смарт-бизнес. Китайские веб-знаменитости, но можно сравнить с инфлюенсерами в Инстаграме, помогли компании Taobao создать новый принцип работы – потребитель бизнес, то есть C2B. Иначе он называет C2B-маркетинг по требованию и компании по требованию. Звезды китайских соцсетей не производили товар заранее. Они готовили маркетинговую компанию и открывали распродажи, когда вокруг их товаров возрастал ажиотаж. И уже после этого на фабрику поступал непосредственный заказ. Это очень интересная стратегия. У многих представителей C2B-бизнеса на складе может быть 10-20% готовой продукции. Но благодаря алгоритмам, как только подписчики сформировали спрос, партнеры веб-знаменитостей произведут нужные вещи. И в Китае так продают на самом деле большинство товаров от повседневной одежды до, скажем, мебели. К 2018 году использование алгоритмов в системе C2B помогло 30 тысячам сотрудникам Alibaba добиться производительности Walmart, в котором трудилось около 2 миллионов человек. Машинное обучение стало основой финансовых продуктов Alibaba. И одна из дочек компании Ant Finance Services ориентирована на малый бизнес, при этом который сталкивался с трудностями на китайском рынке. Госбанки Китая долгое время работали с крупными предприятиями и под кредитами для малого бизнеса понимали сумму не менее 1 миллиона долларов. И в Alibaba начали использовать разработки в сфере машинного обучения. Клиенты компании могут взять кредит размером от 50 долларов на срок до 3 месяцев. По сути, этот бизнес сплавил интернет-банкинг, микрокредитование и систему рейтингов на основе личных данных клиентов Alibaba. Алгоритмы узнают историю покупок, продаж на Alibaba, могут проверить его партнеров в сети и мгновенно вынести решение о ставке и максимальном размере кредита. По мнению Мина, сетевые данные богаче и точнее по сравнению с традиционным кредитным скорингом. Это тоже очень такой современный подход, но который, по сути, и многие современные банки уже тоже начинают использовать к текущему моменту. В 2020 году вы знаете, что у Alibaba началась черная полоса. Из-за государственного регулирования чистая прибыль растет медленнее, чем операционная. И во многом из-за ужесточения регулирований и неясности в отношениях властей Китая с высшим менеджментом Джека Маун. То появляется, то пропадает. Совершенно непонятно. При этом выручка компании продолжает расти. Техногигант продолжает инвестировать в облачное направление бизнеса. Ну и также хочет увеличить число потребителей до 2 миллиардов человек. Сейчас 1,2 миллиарда, что тоже немало. Для этого Alibaba собирается вовлекать представителей сельских регионов и небольших городов Китая. Ну и также развивать свое подразделение в Юго-Восточной Азии, где тоже есть большой потенциал. Основные продукты Alibaba продолжают использовать алгоритмы и машинное обучение. В Китае пользуются Alipay и EndFinance, ну а веб-знаменитости продают товары по схеме C2B. В 2018 году Цзен Мин подробно рассказал о технологиях, которые будут влиять на будущее бизнеса. Его идеи о машинном обучении и сетевых сервисах можно назвать буквально пророческими. Сейчас большая часть IT-индустрии с ними уже работает. Ну, также не забудьте, друзья, пожалуйста, в комментариях к этому видео рассказать, читали ли вы книгу и что вам показалось интересным. Потому что я поделилась вот какими-то основными моментами, на которые я обращала внимание при прочтении. Я, наверное, смотрю на нее с точки зрения человека, который тоже вовлечен в построение компании и пытается позаимствовать какие-то крутые практики и позаимствовать как бы свободу видения. Ну, а если вы эту книгу читали и смотрели на нее именно как инвестор в Алибаба, вот очень интересно ваше впечатление. Как вы считаете, каковы перспективы этого бизнеса и стоит ли покупать в нем долю? Если отбросить в сторону вот эти все регулятивные вопросы и конфликты между США и Китаем, которые, понятно, что являются таким отдельно взятым негативным фактором. Интересно поговорить именно про бизнес. Пишите в комментариях. Друзья, ну что ж, я буду очень рада для вас разыграть один экземпляр книги «Алибаба и умный бизнес будущего» с моими самыми теплыми пожеланиями. Чтобы принять участие в конкурсе, как раз-таки пишите, пожалуйста, комментарии. Ну, хотя, в принципе, для конкурса можно и какой-то абстрактный комментарий тоже написать. Хотя я люблю все-таки больше комментарии, где вы делитесь каким-то своим мнением о том, что услышали. Ну, в общем, участвуйте, пожалуйста, в конкурсе. Ровно через неделю мы объявим имя победителя. Ну, а сейчас пришло время подвести итоги нашего прошлого книжного конкурса. Неделю назад мы разбирали книгу Саймона Синека, которая называется «Начни с почему». Книга невероятно интересная. Она тоже про бизнес. Ну, и на самом деле многим рекомендую ее почитать и тем, кто в компаниях работает, и тем, кто компании строит. И, друзья, победителем становится наш подписчик, который уже довольно давно пытался выиграть книгу, посмотрела по истории, там было много комментариев. И, кстати, не всегда комплиментарных по отношению ко мне, но, тем не менее, госпожа удача выбрала именно вас. Это Евген Уолф, наш подписчик. Пожалуйста, напишите нам на почту info.sobaka.investfuture.ru и мы книгу вам отправим через какое-то время. Кстати, свежая порция книг у нас к отправке уже потихонечку тоже готовится. Так что победители прошлых конкурсов, не теряйте нас, мы про вас помним и скоро все отправим. На этом все. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих роликах. Всем пока.